Наверное, каждый из нас в детстве, читая какую-то интересную книжку и погружаясь в какой-то интересный мир, иногда даже под одеялом ночью и с фонариком, мечтал встретиться с человеком, который этот мир создал, задать ему вопрос, о чем он думал в тот момент и как он придумал этих героев. И сегодня у нас такая возможность есть, потому что побеседуем мы с детским подростковым писателем Айен. Ая, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, самый такой вопрос, который возникает у всех, кто немножко читает вашу биографию. Вы по образованию физик. И у всех у нас такое представление, что физика – это такая серьезная наука. Откуда вообще взялась литература, тем более фантастика? Ну, я физик и не только по образованию, но и я работала физиком. И главное, что я физик по духу, по мировоззрению, по тому, что мне надо все разложить на полочке, все объяснить. Если это какой-то фантастический мир, он должен иметь под собой реальную физическую основу. Это не просто так, вот и все должно быть логично. То есть это, с одной стороны, вот такие тараканы в голове, а с другой стороны, тараканы веселые, потому что мне всегда не очень нравился наш мир, мне всегда хотелось его изменить. Хотелось не просто магии, а вот хотелось какой-то фантастики. – Поправить физические законы? – Ну, об этом говорить, наверное, нельзя, потому что, когда ребенку 5 лет, и ему хочется, чтобы в соседнем дупле, в соседнего дерева жила бабьяга, у которой была не костяная нога, а длинный хвост, потому что мне не нравится бабьяга с костяной ногой, мне нравится бабьяга с длинным хвостом. То, конечно, там не о физических законах идет речь, а речь идет просто о сказке какой-то, о какой-то дополнительной виртуальной реальности, которой не было в те времена. То есть о том, что вот здесь что-то не так, почему бы мне это не изменить хотя бы мысленно и не попасть в это вот хотя бы куда-то. Нужна книжка, зачем я должна встать и пойти пешком, мне казалось, там, пойти ногами, взять эту книжку, когда я лежу под одеялком, мне так хорошо. А если бы я вытянула руку, и она вытянулась вперед на 3 метра, и эта книжка бы попала мне таким образом. Или щелкнуть пальцами, она бы прилетела. А, стоп, почему книжка должна лететь? Может быть, я сама бы полетала с удовольствием? То есть вот что-то в таком духе. Ну, наверное, через это проходят все дети, все люди. И просто у некоторых оно потом перерабатывается, выплывает. И вот кто-то начинает писать сказки, фантастику, стихи там кто-то. Кто-то начинает рисовать, а кто-то, наверное, смирился с тем, что мир изменить нельзя, нашел какие-то другие удовольствия. А в том, что можно что-то написать или придумать какой-то свой мир, вы задумались еще в детстве, получается? Оно само собой так и произошло. Да, и когда вот вы начали писать, и как вообще это решение у вас возникло? Именно писать тоже так получилось, что мне нравилось и со словами играть. И это не было, ну, как-то вот решением, да, что вот я сейчас сяду и напишу рассказ. Нет. Дело в том, что мне нравилось играть со словами. И даже когда я была совсем-совсем маленькая, вот самое первое стихотворение, которое мама записала, ну, осознав, что, в общем, вот ребенок, да, придумал, что это не просто пересказ там на борту, а вот что-то такое. Оно было такое, я сейчас его скажу, оно очень короткое. Дело в том, что я жила в Тбилиси, и снега там не было, и вот, наконец, этот снег выпал. И это был март месяц, вообще удивительно, что этот снег вообще лежал. И какая-то такая была лужица, и там рядом какая-то горочка, и он какой-то был грязный, рыхлый. Мне сказали, что вот это снег, и я узнала одновременно слово «рыхлый», «катается и мотается». И вот первое стихотворение, мне захотелось вот эти вот слова покрутить в голове, оно получилось такое. «Рыхлый снег темнеет, в марте хлынут волны и дожди». «Рыхлый снег катается, рыхлый снег мотается». Вот такая была штука. То есть, в принципе, вот это, с одной стороны, желание переделать мир было, а с другой стороны, было удовольствие от игры словами. И в конце концов, да, я достаточно много писала, к концу школы уже было много тетрадок со стихами. Это никто не воспринимал всерьез. Родители хотели, чтобы я занималась серьезными вещами, физикой, математикой. Вот, поэтому то, что вот все это было. Но даже вот получилось так, что тогда была десятилетка, и в девятом классе я выиграла Республиканскую олимпиаду по литературе, написав большое сочинение в стихах. Тема была у Грузии – это всякое вдохновение. Ну, тоже я кусок помню. Это все было такое пафосное, но, естественно, детско-подростковый такой вот вариант, который еще и пафосно-патриотичный. Да, такой вот. Там было «По тропинке крутой поднимаюсь на Джвари, все богатства земли открываются мне, катят воды внизу моя гордая мткварь, Грузия, песню свою посвящаю тебе, там «Я лозу вас пою» и там «Трам-пам-пам». В общем, все в таком духе. Но дело в том, что это было все складно, много, со смыслом, поэтому это, естественно, выиграло. То есть, получается, что… Да, это было такое стихоплевство, но к этому моменту, вот в 15 лет, я уже в состоянии была прийти, допустим, в рамках Олимпиады, вот выдать вот такую работу какую-то. То есть, получается, что физика, она появилась немножко в угоду родителям? Физика – да. А вот математика мне всегда нравилась. Мне нравились скорее решать головоломки какие-то. И даже те, которые я не решала, да, надо было заглянуть в ответ, посмотреть, как. То есть, я не могу сказать, что это просто вот в угоду родителям. Был интерес. Но в угоду родителям я несерьезно относилась к тому, что я пишу. И если бы уже во взрослом возрасте, уже когда сын родился, уже когда я была… Мы переехали в научный городок Пущино, это недалеко от Москвы, Центр биофизики. И если бы я там не стала просто писать научно-популярные какие-то статьи, и случайно редактор бы не сказал, подожди, ну здесь же все здорово. Посмотри, ты придумал такой замечательный анекдот про бактерии. Я, честно, не помню, где этот анекдот в отличие от стихов не скажу. Но и он меня сподвиг на то, чтобы я привезла ему вот какие-то тексты, и постепенно-постепенно понеслось. Ну, в общем, вот как-то так получилось. И всерьез я себя долго очень не воспринимала именно писателем. Для меня это было художественно. Вы пишете для подростков, и обсуждаете ли вы вот эту тему? Мы сейчас с вами говорили, да, что где-то там в угоду родителям, выбрали не ту профессию, наверное, может быть, да, может быть, хотя в итоге все равно вернулись к тому, чему вам сердце больше лежит. Да, имея багаж, имея вот этот багаж. То есть вы вот эту тему профориентации, выбора своего дела в жизни обсуждаете с подростками, с вами читателями? Обязательно обсуждаю, но как не с читателями, да, не прямо в книгах, о, давайте мы будем сейчас профориентироваться. Ну, это как-то не так. Но когда вот я во всяком случае встречаюсь с аудиторией, особенно подростковой, которая, ну, подростке у нас с 10 лет, а вот если аудитория такая 15-16-летняя особенно, то да, я всегда поднимаю эту тему, и иногда бывает очень болезненно для многих из них. Ну, вот, например, недавно я была в Болгарии, встречалась в Софии в школе при президенте, и там девочка в первом ряду, она прямо начала плакать. То есть я рассказывала про то, что родители не приветствовали то, что я пишу, и говорю, что, ну, если вот у вас вот тоже вы чем-то увлекаетесь, а родители это совсем не приветствуют, вы, во-первых, не переживайте, потому что в любом случае родители, во-первых, плохого с одной стороны не посоветуют, то есть можно прислушаться, можно мягко настоять, можно, если вы чем-то увлекаетесь, вы должны показать, что это всерьез, что у вас есть какие-то достижения. Вот единственное, в чем я себя, наверное, виню, что я не настояла и не сказала, подождите, смотрите, я уже победитель республиканского конкурса, я уже имею какие-то публикации, хотя я никуда даже не посылала, я уже написала три толстых тетрадки стихов и четыре толстых тетрадки рассказов. И вот надо как-то настаивать, наверное, а не просто верить, что это не профессия и все. С другой стороны, если вы занимаетесь чем-то другим и так же, вот как я, допустим, занималась физикой, мне это было интересно, тем более, что я занималась биофизикой, и это ужасно интересная наука, и я не могу сказать, что я вот ходила на работу как-то на каторгу, нет, ничего подобного, это было ужасно интересно все. Но у вас сейчас даже есть какие-то произведения, да, где... Научные? Да, ну я имею в виду научные такие, научно-популярные для подростков, для детей. Нет, именно вот такие вот в прямом смысле вот научно-популярные, вот как вот, допустим, весело рассказать о какой-то науке, там весело о физике, вот так вот этого у меня нету, но я была сценаристом, и вышло вот 52 серии «Советы профессора Чайникова», это герои Успенского, но вот тем не менее, эти герои-то герои, а дальше то, что они делали, те опыты, которые ставили, как рассказывали, это вот как раз по моим сценариям было, все это есть в интернете. Но в планах у меня писать какую-то научно такую вот, научно-популярную книгу нет, но при этом, понимаете, я все время как-то прикасаюсь к этому, потому что, например, вот сейчас идет конкурс «Книгуру», это всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и подростков, где, кстати сказать, очень интересный момент, на заключительном этапе в жюри входят именно подростки. Ну, не все, но те, кто вот может отрецензировать, там написать, там целая процедура, там серьезная регистрация, но тем не менее, это вот любой подросток, вот сидя дома, вот сейчас мы разговариваем, в «Ешкар-эле», там он сидит дома, он уже смотрит, может заглянуть на сайт «Книгуру», зарегистрироваться, доказать, что он может быть в жюри и, пожалуйста, вперед. Там, например, у меня сейчас очень веселая такая поезд, я чуть не сказала книга, но пока это не книга, это пока просто произведение поезд, которая называется «Азот и Селедочкина». И начинается, например, она с того, что в пятом классе идет перекличка, учительница входит в класс и читает «Азот, я, водород, тут кислород, молчание, в классе нет кислорода, никто не знает, где кислород, нет, никто не знает». Тут открывается дверь, директором будет ученицу, и это девочка Маша Селедочкина, она теперь будет учиться в этом классе, и все сразу, как девочка, как девочка, настоящая девочка, как же она будет здесь учиться? Ну, ее сажают за парту с азотом, ртуть отсаживают подальше, чтобы ничего не случилось, тут этой девочке становится плохо, она бледнеет, теряет сознание, падает. Почему? Почему? Что случилось? Ну, потому что в классе нет кислорода, откройте скорее окно, впустите кислород в класс. Но при этом потом оказывается, что это не азот-кислород, а что это просто обычная школа, которая с погружением, вот это полугодие у них погружение в химию, и там вот дети, они играют роль азот-кислорода два месяца, и вот они вот так вот с одной стороны играют, с другой стороны они погружаются в химию, с третьей стороны условно эту, в общем, веселую такую вот повесть, там много всего потом происходит, и, кстати, там приходит телевидение, снимает их еще и на телевидении, вот, и, конечно, там есть и моменты, которые, да, знакомят детей с химией, знакомят детей с полимерами, там с какими-то веществами, они узнают интересное, но это не то, что не учебник по химии, а это даже, наверное, и помощник-то небольшой по химии, но, тем не менее, вот. У нас здесь несколько ваших книг есть, которые мы нашли в библиотеке, да, в детской? Да, и у меня еще вторая стопочка лежит. Да, вот какую вы считаете из этих книг самой такой вот вам родной, близкой? Самая родная, вот я сейчас как раз, вот в такой вот кусплеевской немножко футболочке, как раз вот по моим книгам по мутангелам, вот их вот, вот, нужно вот так вот показать, ну, здесь их семь томов, но первые читают, поэтому вот это то, что сейчас вот оказалось в библиотеке. Мутангелы, это, конечно, сага, фантастическая, рассказывать сюжет, тогда придется снимать сериал, поэтому не будем это трогать. Ну, в общем, она подростковая тоже там. Для какого возраста? Подростковая, в принципе, она начинает с 12 лет, но 12-13 лет, там героям только в начале, а в конце они уже совершенно взрослые люди, у них уже там дети даже, есть много миров, много всего. Начинается все с того, что на планете, где абсолютно все мутанты, это продвинутая планета, очень похожая на нашу, но продвинутая. И там остается один последний человек, который не обладает никакими способностями, это Дюшка Клюшкин. И вот он хочет стать таким же мутантом, как все. Там много всего, то есть это не один вот такой вот сюжет, а там вот происходит много всего. А мутангелы, это существа, которые, ну, не просто продвинутые, это существа, которые выше, чем человек, то есть выше, чем мутанты, мутанты, а ангелы, потому что, в общем, они при этом обладают, это не просто крутые, которые, опа, мы можем там это, можем то. При этом они еще очень человечные, то есть они еще и вот такие. Повезло. Ну, да, дело сошли, не просто повезло, почему их всеми, почему они по буквам, по уровням, уровень называется, потому что, в принципе, здесь показано, как любое существо, как любой человек, какие уровни должен пройти. Развиваются. Да, в развитии, в своем восприятии мира, в понимании другого человека. И вот, чтобы стать мутанты, надо попробовать не просто посочувствовать другому человеку, не просто постараться его понять, а постараться, не просто даже эмпатировать, не просто поймать эту эмпатию, когда ты на одной волне с ним, а когда ты можешь понять человека изнутри. То есть, ну, здесь все, с одной стороны заморочено, с другой стороны, есть веселые вещи, есть серьезные вещи, есть разные ну толстые куча толстых книг а как вообще вы садитесь писать ты так понимал каждого творческого человека какие-то да свои фишки каждого свои приемы да как вы знаете сейчас вообще наверное все зрители будут в шоке потому что многие особенно подростки они считают что вот сидит такой писатель у него уже много книг а он еще и физик верно он садится перед камином а может быть в любимое кресло на него находит вдохновение или не находит и вот он такой весь важно сидит и вот наконец пишет а все остальные ходят на цыпочках вокруг и стараются ему не мешать реальность такова что я работаю главным редактором целой кучи детских журналов на данный момент работы мне в один конец ехать час 40 минут и потом час 40 минут обратно значительная часть этой дороги проходит метро московское метро можете себе представить по счастью поскольку я главный редактор и много всего делаю я могу приезжать не хотя бы не в час пик поэтому когда я сажусь метро я сажусь сажусь все таки я сажусь я достаю планшет я бы могла его показать но он остался на другом этаже поэтому просто поверьте это просто маленький планшет переодеваю очки потому что я еще плохо вижу мне нужны другие и и как только я сажусь пока я иду в метро следующий в метро да я пишу в метро например у меня 20 минут до пересадки потом я пересаживаюсь и вот дальше как повезет если я там сажусь но дело в том что я должна сказать много хорошего мужчинам нашим современным потому что уступают место то есть достают то я читаю ну не свое просто книжки если я сажусь то я продолжаю еще 20 минут писать вот это ода многозадачности современного чего не вот на работе конечно просто погружаюсь в работу там не получается но вечером уже там вот вот там у меня уже конечно есть кресло есть огромное огромное вот экран я очень люблю большой раньше было два то есть чтобы можно было еще это вытащить то есть нет такого что вдохновение я села то есть вот есть свободная минутка села работаю да но тут тут надо понять то есть есть два важных момента с одной стороны вдохновение у меня какое-то есть всегда потому что даже если его нету я залезаю в текст я ныряю ты такой такой есть понятие как эскапизм до когда ты уходишь в мир вот в мир фантазии потому что ты в нем прячься тебе в нем лучше чем в этом мире у меня этот момент есть мне в моих мирах всегда лучше чем в реальности потому что даже если там какие-то сложные проблемы возникают с одной стороны так с другой стороны бывает конечно что не вдохновение нет ты не можешь вот поймать ты не понимаешь что вот с этим делать а может быть вот так то есть это вот такие творческие вот муки иногда ты понимаешь что ты написал этот кусок но его надо просто выбросить а выбросить то жалко здоровый кусок вот лучше его сделать по-другому вот этот момент есть но так получается что вот я пишу достаточно легко и какие-то вещи мне не приходится потом сидеть редактировать то есть у меня это как не как работа как удовольствие но рано или поздно начинается момент когда это превращается в работу когда надо вот сесть это все свести составить библию героев чтобы не было там никаких ляпов ты понимаешь что вот здесь вот вы когда силе вы когда сели например вы знаете чем закончится седьмой смута с какими-то вещами вот например у вас там лежит библия в эсамасках этого толстый серьезный роман он взял второе место в 10 лет назад вот на книгу ру и он очень серьезно там очень серьезная работа была там например получилось так что я сначала написала финал у меня был написан финал и эта книга была как будто я просто протираю вот такой туманная туман какой-то реально реальности да и я знаю что вот герои выйдут туда но в процессе может добавиться еще что-то и главное это еще связать все-таки это там привязано к библии там эсамаски идут в начале каждой главы чуть-чуть а так поискование конечно не просто это не библия в эсамасках не ждите что это будет пересказ библии нет и там вот да там это у меня была целая доска большая магнитная на которой я вот все это вот кусками писала потому что я понимала что мне надо вывести сюда одна героиня которая вдруг у меня стало самостоятельно и я поняла что надо еще держать потому что иначе это будет будет все плохо в общем я ее удержала я и дала слово что потом может быть я тебе напишу но это слово не сдержал вот это вот например вот так какая-то другая но вот когда 7 томов пишешь конечно это все сложнее там тоже было и магнитная доска и там были была схема наверное миров вот больше вот так вот да и героев я в отдельный файл конечно выписывал то есть а я большое спасибо вам за беседу я вам хочу пожелать внимательных читателей и чтобы книжки и идеи дальше рождались у вас также легко здорово я очень рада что я попала в ваш город а